Далее эфир я продолжу не одна. О безопасности дорожного движения мы поговорим с Анатолием Баландиным, начальником государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ленинскому городскому округу и подполковником полиции. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Ну, для начала, наверное, давайте поговорим о статистике происшествия. Вот с начала лета, насколько мне известно, аварийность на дорогах у нас увеличилась, верно? Да, здравствуйте. Действительно, аварийность увеличилась, гибнут люди, пешеходы, водители. Такое присутствует. Это, видимо, конечно, сказывается о том, что начались каникулы во всех смыслах этого слова. Дети вместе с родителями ушли в отпусках, поехали на дачу, ну, соответственно, за город. Все они присутствуют в ближайшем Подмосковье, где мы, собственно, и являемся, город Видное. А расскажите, может быть, о каких-то конкретных происшествиях за последнее время? За последнее время, да, был один трагичный случай. Девочку на смертной развилке задавил водитель автобуса. Потом, ровно буквально через неделю, мальчик на ПЛК выбежал из дворовой территории, из детской площадки. Аналогичная ситуация. То есть сбили, получил травмы, живое, слава богу. И буквально 1-го числа улица Тинькова девочка также 11 лет вышла с парка по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не принял меры и совершил наезд также на несовершеннолетнего ребенка. Девочка геспублицизирована, находится в Люберецком отделении больницы. А расскажите, также увеличилась аварийность с участием мотоциклистов, самокатчиков, насколько мне известно. Можно поподробнее узнать, в чем причины роста аварийности и какие-то же происшествия были? Да, действительно, так оно и есть. За последний, ну, за этот, я не знаю, мотосезон, как говорится, у нас выросла статистика с погибшими мотоциклистами. Действительно, это так, два мотоциклиста погибло. Ну, всему виной мое мнение – это скорость. После сезона такое бывает, и они, грубо говоря, пробуют свои новые мотоциклы, свои старые, на прочность, как говорится, на скорость и на все остальное. Ну, и в итоге получаем трагедию, как и они, так, соответственно, и у нас. Расскажите, самокаты, электросамокаты в частности, насколько растет аварийность с участием электросамокатов и вообще, насколько мешают, скажем так, электросамокаты привычному дорожному движению? Ну, самокаты действительно в городском окне у нас появилось достаточно много, появились арендные самокаты. Здесь надо здраво расценивать свою скорость, как вы передвигаетесь, как вы проезжаете проезжую часть, как пешеходный переход пересекаете, будь то он регулируемый, будь то он нерегулируемый. На все вы должны оценивать, что у вас, как у водителя, либо будьте вы водителем того же самоката, управляющим этим средством индивидуальной мобильности, должно быть определенное время на совершение либо остановки, либо маневра, чтобы избежать ДТП. Анатолий Васильевич, а все-таки электросамокаты, где они должны двигаться? По проезжей части или там, где ходят люди, пешеходы? Потому что аварии случаются и там, и там, либо с участием машин, либо наоборот электросамокат наезжает на пешеходы? Мое личное субъективное мнение, конечно, электросамокаты должны больше передвигаться по специально выделенным полцам, у нас, к сожалению, их не так много в городе, либо по тротуарным и пешеходным дорожкам. А пересекать пешеходные переходы, они должны так же, как, грубо говоря, велосипедист спешится с данного транспортного средства, посмотреть влево-вправо и, соответственно, перекатить этот самокат на другую сторону дороги. Спасибо за разъяснение, потому что это очень важно, на самом деле. Не все понимают пользователей электросамокатов, где им ехать, собственно. Анатолий Васильевич, расскажите о работе, которая ведется ГИБДД по профилактике ДТП, по профилактике роста аварийности. Значит, действительно, мы в связи с наступлением летнего периода усилили, увеличили количество нарядов в нашем городском округе, дабы предотвратить ДТП с тяжкими последствиями. То есть сейчас основное направление у нас, конечно, то, что я озвучил, это пешеходы и водители. Профилактика проходит точечно на пешеходных переходах, где идет большой трафик пешеходов. Некоторые зачастую видят, что в 100 метрах есть пешеходный переход, но, тем не менее, пренебрегают этим, не доходят до него и просто пересекают проезжую часть вне его зоны. Соответственно, здесь уже вина пешехода, с ними проводятся профилактические беседы, привлекаются к административной ответственности. Так же, как и с водителями транспортных средств, мотоциклов, автобусов, ну, всего, что движется. Инспектора в первую очередь разъясняют, как они должны пропускать, кого пропускать и в каких моментах. Спасибо большое, Анатолий Васильевич, за подробный рассказ. А я напоминаю, что у нас в гостях был Анатолий Баландин, начальник отдела ГИБДД по Ленинскому городскому округу.